Витя, тут в Ударе даже нечем. Почему? Вот она нас. Бегом? В теле закрывайте, девочки, свои. Что у меня рядышком-то? Вот она. Божьей милостью будь мне грешным. Кепки сняли. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастовец и грешил Господи, прости меня грешно, помилуй, благослови. Мы просим Твоей милости, благословения на этот день, Господь и Бог наш. Слава Тебе за все во веки. Аминь. Так. Виктор Николаевич, доложите, как работали. До завтрака. Сегодня у нас какое число? 24. 24 июня. До завтрака я с девочками на огороде работал. Работали все хорошо, замечаний не было. Кто был? У меня 8 девочек было. Кристины этой. Замечаний не было. Видите, у нас как дела налаживается. Замечаний не было. А с мальчиками братьев работали. Так, кто смотрел, как наши пилили? Все, остановись. Ваня, выйди, доложи. Тимофей. Он был старшим у меня. Тимофей, он вообще не работал. Мы ему говорили, держи, он там поддерживает 2 секунды, потом снова опять сядет. Я хочу посидеть, а потом, когда они стали пополам, ты не стал, не держать. Действительно. Он разумно отвечает. Значит, ему по силам надо давать. Не пилить, а где-то поддерживать. Мы ему говорили, держать. Вот у козла рога, куда закладывается дерево, то вот здесь вот нельзя пальцы держать. Бревно повернется и по пальцам тебя раздавит. Понятно, надо в стороне держать. Нам была нужна помощь, мы говорим, Тимофей держи. Он такой, я боюсь, что у хвост, так они в бревне водятся. А относить он мог эти полежки свои дать? Да. Я хотел его разжаловать из помощников, но тут такое дело. Ему по силам надо подобрать работу. Он работает, я видел. Благодарю за размещание. Становитесь. Сегодня день начался довольно необычно, с утра. Я поехал к Игорю в барабашу, привез жесткий диск, и все мы там до этого делали, на картошке все отправили. Мы отправляем, и ролики появляются новые. Дети просили сделать им мячи самурайские. Я им сделал. Кому я это сделал? Так, выходите, кому сделал. Вы бейте сюда. А, нет, мне не сделал. Я сделал тебе, да? Где твой мячик? Он у меня, не кулакили, не знаю, стоит. Где он, покажи его, ну-ка. Это еще и твой? Да. Ты где его оставил? На скворечнике. На скворечнике. Это можно приравнивать, как бросил оружие на поле брони. Войну за это дело могут к стенке поставить. Так, меч изымается. Справедливо это будет? Да. Справедливо. Так, Андрюша, вручаю тебе меч. Береги его, нигде не бросай. Но когда будешь рубить, просто не заруби. Она его на веревочке держит. Так, все, я увидел. Положи его вот здесь где-нибудь. Все. Вина твоя на этом закончилась. Раз ты бросил меч, я старался, делал оружие. Это мое воинство. А с кем воевать? Крапиву рубить. Вон я крапива там, руби, налево-направо, под самый корень. А у меня еще сохранился мой меч с прошлого года. Ну так ты руби. Я не на один день тебе дам. Дальше. Ксении нету у нас. Она там. И она встала сегодня на 45 минут позже. Я заехал, узнал. Она без 15,6. Это серьезное замечание. Больше девочку туда я не отдам. Она у бабушки ночевала. Бабушка уже потянула ее на прежнюю. Это очень просто делается. Следующий день она встанет уже в 6 с чем-то. А потом в 7. Дойдет до 11. Но бабушка только приехала. Так стоят ноги вместе. Ноги вместе. Ей нужны работники. Ну там траву где-то полоть и прочее. Девочки желательно, чтобы пошли. Кого можем отдать? Кто хотел бы пойти со всей ней поработать? Нет, вручную. Раз, два, тыкс. Да всех девочек можно отдать. А? Всех девочек можно отдать. А макокку мы пролили. Не пойму еще. Всех девочек можно отдать. Всех. Нет, всех-то нет. К Надежде Васильевну уже пополам сделать. К Надежде Васильевну хлопцов отдадим. Ну да. А девочек туда. Так, пилить оставим только две пары. Ваня? Кирилл? Я дрова буду. Арсений. Вон мой Ваня. Есть еще Ваня, останется на дрова. Знаете, пилить. Что, не охота что ли? Не охота. Ну, за это место тебе брат пойдет. Пойдешь к Надежде Васильевне. А я? Так, но так как в просе у нас с Ивана с этим, с Андреем, вы одного парня возьмите с собой, девочки, Андрея, чтобы не бросать. Так, девочки, все до одной вместе с Андреем. Андрей, ты там не главный будешь, хоть и мужчина. Я не хочу пилить, я уже напилился. Не погромче, подойди сюда. Я не хочу пилить. Он не хочет пилить. Не хочет заставить. Я хочу пропалывать, можно пропалывать? Ничего не значит. В армии как, говорит, не умеешь на лучшем, не хочешь заставить. Ты здоровый парень, надо пилить. Нам дрова нужны, мы жерем их сколько. И русские печи. Хлеб-то каждый день. А русская печь глотает сколько? А пилить это не очки как. Значит, остаешься. Вот. Дом, когда покупают, то самое главное у дома, знаете что? Печка. Не крыша, а что? Печка. Не печка. Фундамент. Самое главное фундамент. Если ты обошел и фундамент треснул, отойди от этого дома. Фундамент. Фундамент сделанный без отдушин, пол сгнил. Мы как раз на таком доме сегодня и были. Одну отдушину сделали, а с другой нету. И пол полностью сгнил и провалился. Это большие деньги теперь надо будет платить. Балки там заново. А дом разделен пополам капитальным фундаментом. И там насквозь сделано, а там нормальный пол. Здесь отдушина и там. А отдушину залепили, даже комар не пролетит. Мы открыли все. Тут нужно воздать должное матушке. Она этот домик перекупила. Это там жила моя родная сестра с мужем, с ребятишками. Но так как дети все переехали в Томск, ну и родители, естественно, потянулись туда. Одним тут время уже такое. Она на три года моложе меня. Значит, мы немножко смотрим и задумываем. Сейчас, как только ехать, мне поступил звонок от одного моего знакомого человека. Я попрошу за него помолиться. Вам не трудно будет запомнить его имя. Михаил. Михаил Федорович Гордеев. Он сказал, что с алтайской девочкой 12 лет. Я ее сейчас разговариваю, если она приедет, оплачу и все за нее. Я одну только сторону его биографию расскажу. Одну. Далеко не полную. Остальное вам и не надо знать. Когда мы приезжали в Москву, это было необычно. Каждый год мы работали в мостопоезде. Мостопоезд. Дороги строят там, дома. В этой организации. Ну и каждый год нам давали билет бесплатный в один конец Советского Союза. Работа, работа, работа. Опять. Вот хорошо, что говорите. А так бы и простоял. Говори. Доброе. Да нормально совершенно. Не надо трогать. Абсолютно нормально. Вы только видео смотрите, как работа идет. Вам что, голос его услышать надо? Все, давай, иди быстренько. Арсений. Тут уж ясно, как он звонит. Это недолго. Порадуй всех. Привет. Нормально. Все уже нормально. Не больше полминуты. Разговор закончен. Так, прощайся. Скажи до свидания. Все, что вы слышите. Почему они не звонят? Расправят. Все пока. Тут забираю тебя, давай. Все пока. Ну, поговорили? У него все нормально. Только молитесь, чтобы вперед у нас это дело шло. Он занят и с утра до вечера. Мы то работаем, то тут играют, то готовятся к концерту. Жалоб на него нету никаких. Он работать умеет. Но надо хорошую мужскую, мужскую руку рядом надо, крепкую. Ну, вот сейчас он как раз находит. Здесь как раз туда, куда ему надо. Он должен приехать другим, вашим защитникам и кормильцам. Слава Иисусу! Отошел. Арсений, на тебя надежда Родина возлагает. Начиная с семьи. Так, послушайте маленькие. В жизни Бог так устрояет. Я маленько отвлекусь. И когда меня спрашивают, в моей жизни разные были перемены, повороты. Так, ноги делают вместе, я просил девочки. Говорят, что самое большое в вашей жизни было? Я отвечаю. Самое большое в моей жизни было? Самое большое. Я узнал, как много у Бога добрых людей на земле. Второе. И почему-то эти люди мне встретились. Их много добрых, но они где-то живут в Австралии, в Америке. А у меня именно те, которые... Я иду, и они мне встречаются. Всегда. Куда бы я ни повернулся, добрый человек. Простой человек, рабочий, заключенный. Это мэр города, губернатор, министр. Я с кем бы ни встречался. Прокурор Алтая. Все. И они расположены ко мне и к моему делу. Не то, что я встретил, здравствуй, до свидания. А они прямо искренне помогают. Которые у нас есть враги, они помогают. Растяивают их. И мы прямой дорогой идем. Ну, представьте, прокурор края, генерал-лейтенант. На нас навалилось 15 краевых комиссий. Они ничего не могут сделать. Подают в суд. А там генерал-майор, представитель краевого суда. Все рубит, отметает. Нет ничего, и следует. Там лжецы. Следователи один за другим ставят, меняют. Все следователи назовут прекрасную характеристику. В лагере. Это там такая антисанитария. Детей там избивают. Приезжает комиссия, обследовала прокуратура. И говорит, дети себя чувствуют прекрасно. Это не прокурорский язык. Это пишет художник. И она из прокуратуры говорит, возьмете моего ребенка в лагерь себе. Это лучшая характеристика нашему лагеря стану. Я вернусь сейчас, немного расскажу об этом человеке. Мы работали в мостопоезде, и у нас бесплатный билет по стране. Ну, и мы набирали команду 6-8 человек. Ну, в один конец, это оттуда до Москвы или Владивосток. Наши родители жили во фронте. Ну, это теперь Бишкек. Оттуда мы направлялись, у них погостили в Алма-Ату. Едем в Баку. Баку, представьте, где это. Переплываем. Оттуда едем в Молдавию, Киев. Это в один конец мы едем. Захватываем Литву, Латвию, Эстонию, Санкт-Петербург, Ленинград. Это все в один конец мы едем. Конечно, это была большая льгота от нашей организации. А в Москве собирались, сразу же мы звонили. Нам нужна комната, телефон. Один человек сидит на телефоне у нас все время. И эта комната была Михаила Федоровича. Он алтайский. Он очень-очень расположен ко мне был. Хозяйка говорит, в его комнате никогда никого не убывает. Родственники жены даже приезжают. Ну, они у нас. Ну, вы приезжаете, он вам все отдает. Сам на полу ложится, а нам диван. Видите как? Я в его комнате был. А он работал на поливальной машине. Вы не думайте, ну, поливалка это что? Поливалка это та машина, которая разрешается ездить по Красной площади. Чистоту наводить. И куда поливал это? Ну, знаете, большая цистерна. А нам нужны пленки. Он воду сливал. Мы покупали пленки. И в этой бочке сидели. И он нас по Москве катил. Мы только видели, как здания мелькают. И вот у него на телефоне наш человек звонили. Там со всей Москвы люди собирались. Какие были беседы. Это все благодаря Михаилу Петровичу. Он как раз тот, за кем сейчас помогает, ухаживает наш Владимир Александрович. И он сегодня как раз и позвонил. Я прошу его вспомнить молитвы. Он болеет иногда, чтобы Господь облегчил его страдания. Дал ему полное покаяние. И чтобы он вечности был в раю. За его доброту. Я ничего другого вам не рассказываю. Потому что вам это и не надо. Человек, где был, жил, служил, там это никакой роли не играет. Главное, что мы с ним соприкасались. Он нас возил. Знал, где какие магазины. И когда были в Москве, я ничего не знаю. Я ходил сюда, руку ему в карман засуну. И он меня за собой тащит. Чтобы не потеряться в метро. Моя рука у него всегда была в кармане. И вот он сегодня, видите, они не оставляют наш лагерь. Даже об одной какой-то девочке. Девочке вроде сирота, как он сказал. Видите, сегодня утро только наступило. А мы уже сколько узнали. Детство нам привезли. Все у нас благополучно. Так. И, прося, возьми его. Отдай, передай ей веревочку. У нас один человек на веревочке. Вот тут ювенальную юстицию не видит. Она бы заволновалась как. А его никто не притесняет. Просто бесконтрольно он ведет неправильно. Вчера я ей говорил. Вечером ездил на дом к пенчукам. Поговорил об Илюше. Как раз была Людмила. Это его тетка будет. Ну да. Она тетка ему будет. И Веня там был. И... Кто там еще был-то? Василиса. Ну я рассказал, как он себя ведет. Я говорю, позвоните в Барнаул его отцу Сергею. Что у нас такой порядок. Вот он матерился. За матерки ему пять горящих. Я не могу. А ты деревенский можешь материться. Я рассказал, что он девочек подбегал сзади и бил. Веня научил. А Веня говорит, я не говорил по какому-то месту-то бить-то уже. Так уж получилось. Он выше не достал. Ну то есть маленько тоже, говорит, наставили. Ему ничего не позволять. Придет, как сказал сказать. Рубашка, чтобы была своя, с рукавами. Бегом домой назад. И платочек в кармане, и поясок. И тогда мы его здесь накормим. Ему можно будет играть. Но следите внимательно. В туалет у нас есть подозрение, что это он бросил бумажки. Когда он пойдет, то за ним после этого сходить и посмотреть. Предупредить. Над ним никто не занимается. Как мы. И поэтому вот такой он. И у меня подозрение, что он бесноватый. Вот вчера, как он себя вел, нормальный человек никогда так себя не ведет. Какие он движения делал и прочее. Как кричал, какое искажение физиономии я все видел. А я его еще не трогал. Только от того, что я его за матерки нахожу, как он себя вел, издевался, падал полностью. А его стоит от меня на расстоянии трех метров. Он орет, а люди думают, что его в капкан там хомяк попался. Все, платочки показать. Наверное, у тебя нету, Тимофеев. О, да какой красивый. Только сверните его, не скомканный, как у меня. Вот так вот он. Разверните, вот. Чтобы был красивый. А я вот. Ну все. Сверни его как следует. Ложи. За стол. Много мошки, может, уйдем туда? Мы там будем, мы на куче кушать будем. Так, дети все просят туда перенести. Иди сюда, уходите на дорогу. Горячее, горячее, осторожно. Осторожно, дети. Так, фуражки, кодерек выведите. Третий раз уже за утром. Давай, нельзя так. Тебе не нравится. Ну надо по-нардой. Так, переходите сюда. Ой, куча. Так, если можно, квасы полторашку. Квасы, заплатите полторы литра. Так, палатки куда? Где палатки у нас? Палатки. У Володи надо спросить. Володя, палатки где у нас? На вещевом. На вещевом? Ой, нет. Там, в комнате отдыха. В комнате отдыха. Ну я сейчас. Так, кто идет? Паша! В комнате отдыха. В комнате отдыха.